всем привет с вами тома заранее извиняюсь за свой простуженный голос болею к сожалению зима подкралась незаметно но хочу все-таки начать кусочек для крафт-влога потому что я как раз разложилась и снимаю остатки из конвента для публикации на сайте в группе вконтакте и пока я тут все освободила решила сразу записать даже с таким голосом большое спасибо подписчикам на бусти за поддержку моего творчества в том числе выхода в видео присоединяйтесь по ссылочке в описании если вам интересно там выходит много разного классного и некоторые в том числе раньше чем на ютюбе и в других соц сетях а многое вообще потом нигде не публикуется кроме бусти и так значит я хотела вам показать то как я снимаю для сайта ну собственно я уже снимала я вам просто показываю муниген снимала ушки снимала остатки ну как остатки на самом деле снимала не все он там прозрачные ящики у меня остались многие значки переливашки игрушки но это все будет старые фотки снимала я стикеры для да а по хсеру и геншину оставшиеся снимал оставшиеся магнитики что-то я еще снимала сейчас я уже не частично я уже кстати сайт обновила и про сайт вообще потом на компьютер перемещусь и вам про сайт еще потом отдельно расскажу с компьютера наверно может когда фотки буду монтировать потому что есть у меня над чем поплакаться по поводу сайта да кстати пока же я вам хочу показать еще на столе с криво обрызнут фризом значит хотела показать вам покупки потому что потом наверное больше именно видео вставок здесь не будет дальше с компа поснимаю я как вы помните записалась на немашнюю вечеринку и я решила взять себе вторую скатерть потому что у меня есть скатерть с поняшками но я решила что наверное на него вечеринку взять что-то будет нейтральное чем поняшек и взяла в фикс прайсе вот такую скатерть полосочку 84 рубля кажется дело стоило это тоже клеенка у меня такие вещи устраивают вот поэтому в общем взяла не знаю вроде такая же по размеру вот моя с поняшками посмотрим как она будет в раскладке мне кажется прикольно также кстати там фикси взяла вот такой моточек ванильной пряжи сейчас вам покажу зачем мне вообще она нужна потому что я такие часто цвета использую а встретить красивый ванильный не так просто вот плюс она стоила там 149 что ли рублей очень дешево это стопроцентная акрил тут может быть не очень хорошая скрутка но такой вот красивый ванильный цвет в принципе не часто можно найти поэтому решила взять ну по крайней мере мне почему-то попадается не так часто как бы хотелось еще одна классная покупка наконец-таки разжилась книжкой академии чудо-молний это один из последних релизов ну точнее что последний релиз из книжек поняшных от идей лев издательский дом лев я очень долго ходила вокруг да около потому что не то чтобы мне дешка была интересна как персонаж и ее дневник в том числе но я решила все-таки взять для коллекции и я обалдела какое классное это издание здесь очень твердая бумага прям очень твердая бумага очень классная печать и стоит это сейчас на я покупала на в адресе там это все по распродаже уже наверное год висит меньше 300 рублей книжка я боюсь сейчас просто таких уже печатать в целом не будут не то что по поняшкам а вообще потому что с бумагой последние два года творится полная дичь это вот успела выйти до всех этих санкций это вот март 22 года книга сейчас печатные издания просто без слез не взглянешь и вот таких вот прям классных печатных штук я боюсь уже не будет довольно долго решила взять себе книжку пока не читала ну вроде говорят классная но в общем чисто в коллекцию потому что издание очень-очень-очень здоровская прям именно от качества печати бумаги всего остального прям в восторге но прям однозначно стоит своих денег тех смешных денег по которым сейчас на скидке эта книжка есть в общем пополнила свою коллекцию и еще хотела на общем плане показать вам корзиночки с проектами я может быть сейчас вставлю несколько кусочков как я подбирала пряжу я сейчас у меня две задачи это на самом деле обновить сайт и выгрузить информацию о том что можно чего-нибудь до нового года еще заказать в плане из наличия и будет маленькая-маленькая допечатка значков где-то наверное 6 декабря буду отдавать тираж я не знаю когда в типографию не знаю когда это видео вообще выйдет на ютюбе но если это будет до 6 декабря вы можете мне еще написать потому что я хочу допечатать до аниме пати значки с поняшками и с фокусницами меня там полностью просто все почти разобрали один значок со старой достался вот и это большие значки 55 миллиметров и маленьких значков 37 миллиметров тоже наверное хочу допечатать если кто-то хочет именно значки и именно допустим открытки в той же типографии я делаю можете мне написать вот ну и плюс вот то что в наличии я думаю на момент когда вы это смотрите сайт уже обновлен тоже можете почекать что-то может быть вам еще до нового года от меня надо и вторая задача это доделать заказы которые должны уехать тоже до нового года и я их тут подбирала бражу рисовала картинки и прочее значит сначала не заказ сначала дракончика которого ну как это динозаврик которого я вижу на розыгрыш на бусте за ноябрь я не успеваю его довязать потому что сегодня уже 28 ноября дракон вот в таком состоянии я вам уже в прошлом влоге показывала что это за дракончик динозаврик я наверное может быть не уверена что я успею до конца недели его закончить и на декабрь может быть придется брать все-таки не полноценную игрушку а какую-нибудь маленькую елочную игрушку и плюс мерч ну на розыгрыш за декабрь я имею ввиду потому что что-то я мягко говоря ничего не успеваю так вторая корзинка это кексик флаттербет от него пока только основа основа корзинка крем будет красный я так подозреваю вот ну и волосы розовые тут надо уши крылья в общем все остальное надо связан только сам шарик но хотя бы шарик потому что в другом заказе пока не связано ничего но потому что в другой заказе я еще не получила предоплату на момент записи вот этого кусочка возможно уже вечером буквально не знаю но неважно и вот этот корзинка спрежа это на куколку по сплату ну я таких уже вязала человеку и он заказал еще одного персонажа я вам ставлю картинки с прошлыми куколками ставлю на референс новой куколки которые я уже нарисовала то есть в принципе все готово на низком старте чтобы начать работать и оба этих заказа и динозаврик это все надо доделать где-то до середины декабря ну может быть так чуть чуть дальше чтобы все успело до нового года естественно доехать вот и дальше следующий кусочек уже будет дальше на компьютере там я вам рассказываю про сайт так что смотрите дальше рассказываю немножко про сайт компьютера прям записываю экран я надеюсь по звуку потом что-нибудь придумаю чтобы вам слышно было в общем задача стоит сейчас обновить сайт остатками мерча с крайнего nightmare пони night и выгрузить заодно новые позиции которые за это время появились я сейчас 30 ноября прошлый кусок был полтора дня короче два дня назад полтора дня два дня назад в общем я уже повесила пост с тем что я хочу 6 декабря допечатку сдавать поэтому мне надо бы вывесить хотя бы большинство подготовленных материалов на сайт в плане остатков и новых позиций чтобы если что народ что-то мог еще к новому году заказать и я еще могла где-то до 20 декабря что-то отправить если кому-то что-то нужно будет вот я пока значит еще до всего этого до того как снимала остатки я выгрузила то что уже было снято в плане остатков а именно чем не было брелки значки и наклейки по моему да да значит соответственно наклейки это новый стикер пак с фокусниками у меня эти фотки были еще с октября я заранее сняла в тот раз какая я молодец вот значки тоже мне были заранее сняты вот эти фотографии а тут кстати так и нету фоток тут коллажи а вот эти значки кстати я глиттерные обновила кстати кстати вот этих голографических значков у меня осталось прямо почти все вот если те значки с фокусниками все разобрали на конвенте то вот эти значки у меня прям почти все и остались что-то в этот раз взяли по моему только четыре значка из вот этой всей кучей и в принципе все дизайны у меня по одной штуке еще остались да некоторые даже по две вот ну тут просто я обновила страницу потому что это старая страница имейте ввиду что если что вот эти значки есть есть вот тут старые фотки вот эта большая новая которая тоже снимала перед конвентом еще поэтому я просто туда залила и такая ей обновила товар вот да то ли народ не понял что это значки потому что не было возможности каждого объяснять там вроде один перевернутый лежал но короче надо к ним найти такую огромную надпись значки потому что некоторые до сих пор думают что это магниты мало кто видит такие акриловые значки и некоторые сомневаются вот и брелки я опубликовала сердечки вот брелки все разобрали короче фокусников разобрали и значки и брелки практически все но это типа новый сайт был поэтому видимо народу было интересно старует старует только не собрали три из четырех метр и старую тысяч четырех остались только старой только одну короче забрали вот эту крайнюю сиреневую а все остальные старует у меня остались а всех остальных забрали наоборот так и котики и котиков опубликовала котик у меня розового забрали голубой и оранжевый остались вот это было на сайте и в группе я в принципе в товары закинула ну то же самое да соответственно обновила значки эти самые а еще я обновила фотки к радужным некокомплектом но там надо обновить обновить дополнить короче вот эту фотку всунула но надо еще всунуть фотки и новые которые с на манекене с отдельными ушами вот плюс у меня там наклейки по геншину открытки уши вот а магнит еще остатки сейчас я вам фотки пока буду сортировать этот это уже дополнительно отсортирована это вот первичная сортировка чтобы понимали сколько я снимаю вот это все я снимаю потом я наиболее норм отбираю в папку отобранные а потом еще тут сортирую и потом уже обрабатываю вот и шорты я уже подготовила вот шорты я уже смонтировала и мне сейчас надо фотографии подготовить фотографии стикеров открыток магнитов ушек вот смести что делать я не знаю шорт есть не сделала а вот в мерч наверное надо мне просто там же сайт пож5 надо всунуть в короче чё вопросы что делать и соответственно по сайту хотела рассказать пока фотки подублирую какие боже как вот выбирать из двух сортов плохой фотки да ладно значит соответственно про сайт я значит такая сунулась где-то уже две недели на неделю назад я не помню короче 2 наверное в неделю назад сунулась я да и брейкер снять и nightmare moon с сайта потому что и забрали последнюю day breaker и я такая ну типа надо убрать с сайта ее и nightmare moon заодно которые тоже до этого убрали забрали сунулась на сайт снять их короче с позиции с наличия они работают ну точнее сам сайт работает вот в админку зайти не могу а сам сайт работает но очень сильно тормозит просто безбожно но хотя бы открывается админка вообще не открывалась я такая булины как давно оно такое то есть я как бы в конце сентября работала все было нормально а сейчас в конце ноября захожу ничего не работает я написала ребятам из техподдержки хостинга говорю ничего там не обновляли антики не ничего не трогали вот как у вас так все было так и есть значит сделали они мне пару тест а причем у меня на этом сайте на этой площадке как бы два сайта то на самом деле сейчас меня же там еще корневой мой том арт который ну там такой сайт типа визитка там ничего толком нету просто заглушка но это тоже отдельный wordpress то есть меня как бы два wordpress а ну так мс к 1 1 на том арте 1 на нашу на шопе вот и вот с этой кмс к все отлично ну тут собственно просто вот косплеи мои висят там игры которые мы с крисом делали вот тут то есть такие вот странички буквально так кстати посмотрите если вы не знаете что мы с крисом делали игры можете почекать тут всякие игры демки есть можно поиграть вот и а это все работает а то не работает они мне сделали тесты соответственно одной страницы второй страницы говорят вот действительно слушайте что-то ваш второй сайт очень медленно обращается к серверу что-то там что-то явно тормозит говорит отправьте вот эти результаты теста своему разработчику это такая а я чтобы понимали сама себе разработчик так получилось что это было мое относительно профильное образование у меня специальность информационной технологии в экономике и я работала 7 лет как раз по сайтам я начинала с их разработки вот ну такой достаточно не углубленный скажем тогда не было таких прям крутых технологий а когда эти технологии стали уже вливаться я уже перешла на управление проектами соответственно я уже готовила тз что надо делать то как бы я занималась тем что в общем как сайт должен работать и с клиентской стороны да вот и потом проверяла как она работает и в общем внутрь кухни я уже не лезу то есть я знаю базовые навыки html и php ксс но в дальше туда в java script и прочее я уже никогда не лезла это я фиг знает как работает вот то есть у меня есть есть понимание как работает сайт на сервере какие там составляющие нужны я админила сервера то есть вот это все я умею умела вот с базами данных я умею работать и соответственно я сама себе администратор своего сайта но я в душе не знаю почему она может так тормозить потому что я так углубленно никогда не разбиралась не занималась и я девочка у меня лапки и я не умею да ну просто я этим занимаюсь раз несколько месяцев поэтому наверное практики мало вот соответственно я такая сижу думаю что делать почему начала проверять а это я уже выбрала значит проверила антивирусом вирусов нет окей проверила базу данных да там переполнение есть некоторых полей ну и дальше некоторых таблиц потому что это как бы типа магазин и хотя там нет никакой оплаты у меня привинченной просто выбирайте набирайте корзинку и мне приходит список того что вы хотите заказать на почту я уже по почте с вами общаюсь да то есть как бы там чисто оповещалка такая не сайт на самом деле но тем не менее все сессии которые люди проводят они складываются в таблицу то есть с этого айпишника смотрели такой-то товар положили там положили в корзинку да и вот это все оно как бы копится и я почистила базу она была 600 с лишним мегабайт осталось 9 то есть там грубо говоря не в 10 раз но 8 да вот то что там было за все эти года сайт у меня давно очень давно это 10 лет это я только в анимешной теме варюсь а сайт еще до этого был смысле в броняшной теме варюсь сайта этого еще начинался с аниме магазинчика нашего который был в нашем аниме клубе который я тоже ну вела все делала и львиная доля там было моего товара вот потом все это мне и осталось и базой было еще с тех самых древних времен когда это еще был аниме магазин то есть это там год 2019 наверное то есть этому сайту уже не 10 лет 15 скоро будет вот и соответственно база там была ого-го какая огромная я почему-то никогда ее не чистила не знаю типа работает работает нафига я чистить она почистила базу не помогло база стала конечно гораздо меньше но не помогло ничего ладно следующий шаг обновила ядро кмс системы вот этого вот пресса да потому что тоже там была древняя древность с тех пор как мы ее первый раз ставили там до какой-то максимальной версии она потом обновил обновлялась но дальше уже надо было в корне менять именно файлы всей системы ядра потому что дальше уже просто накатыванием сверху уже не решалась короче почитала как делать сделала причем сделала обновил ядра ну все файлы ядра не включая контент на контентные чтобы не переделывать все с нуля вот вроде подцепилась то есть как бы кмс у меня обновленная новая версия свеженькая все хорошо но все у меня все мои записи остались хотя не в общем базе хранятся но общем оформление все осталось то есть визуально в принципе ничего не заметно поменялась именно начинка кмс к все равно не помогло тормозит и не работает я такая сижу думаю да господи что еще я могу обновить чтобы она заработала что что мне еще можно сделать пока я обновляла я заметила что у них пишет что у вас типа на сервере устаревшая версия php если вы хотите слушайте наверное вот это радужные уши я наверное зад не буду вставлять не знаю никак я наверное фотку оставлю только с передней частью почему-то очень странно смотрится с этим париком вот эти фотки как-то прям странно смотрится это я как-то себя в сомнениях я хотела сначала вставить и заднюю сторону ушек но сейчас смотрю и понимаю что мне чисто вот визуально эта фотка не нравится даже если убрать желтизну я буду обрабатывать сейчас все равно как-то супер странно выглядит не знаю может пока оставлю только переднюю часть ушей а потом подумаю может быть еще и дополнительную фотку сделаю заднюю что мне пока не нравится вот пишет старая версия php дальше не могу обновить то есть можно еще выше обновить wordpress но уже не могу вашей версии php не позволяет я такая пишу ребятам ну которые с которыми тикет открывала говорю вы не будете там обновлять у себя на хостинге они говорят так не надо ничего обновлять у вас просто можете у себя там в своей хостинговой админке выбрать нужную версию php для нужного сайта то есть у нас уже все версии php накатаны вы можете просто на виртуальных машинах вы можете выбрать нужную версию php для нужного сайта я такая а что так можно было я вообще не знала что так можно современных хостингах делать что у них такая опция есть я значит поменяла на минимальную рекомендуемую текущими ватпрессами и она заработала то есть понимаете я мучилась не знаю дня три по вечерам потом по 3 по 4 часа каждый день ну ладно может быть я утрирую там по паре часов каждый день но тем не менее я прям замучилась с этим совсем а она оказалась вот вот так вот раз и вот и и заработала продолжаем обрабатывать фотки и соответственно заработала ну значит да я на радостях там залепила новую девочку из генератора нейросети объявление там в конвенте повесила сидела но она недолго проработала буквально через два дня я зашла а но опять не работают очень не просто я я чуть ли не надо я не заплакала мне было прям супер обидно что я так долго пыталась разобраться потом совершенно по ну выяснилось что это просто надо было обновить пичпи на серваке вот я я боялась что она перестала работать наоборот потому что они обновили она оказалась нет надо было наоборот надо было смысле слишком старый пичпи в wordpress постоянно развивается надо было наоборот подгонять версию вверх короче опять не работает я такая боже что делать короче но теперь я знала где там местная прошаренная админка я нашла там логи раньше логи я смотрела на серверах вот а тут вот прямо в админке есть лог файл с ошибками ерур лог так называемый я такая для конкретного сайта я значит туда полезла смотрю значит так ахо ошибочка там значит такой-то плагин посылает такой-то запрос и он короче типа не отвечает и вот долго висит ошибка в такой строчке плагина такого-то я полезла в этот плагин я не поняла в чем там ошибка я такая смотрю ну строчка как строчка как бы ну ничего так нет там я просто в итоге отключила весь плагин этот плагин плагин короче там не то чтобы очень обязательная для меня была вещь так что я я чем разбираться я решила просто выключить эту этот конкретно модуль и не париться вот и и пока тьфу 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 пока сайт работает вот я не знаю меня с этим сайтом постоянно какие-то приключения то мы значит там летом я пыталась шапку три дня обновить просто не прогружалась тоже с ребятами из поддержки обсуждали они говорят у нас нет кэширования на сервере я говорю я ну как бы я говорю я вам верю но почему не обновляется где моя шапка обновленная вот ну короче она сама через три дня просто обычно ну там на следующие сутки обновляется максимум чем я и название меняла и картинку просто кусок в коде не менялся то есть сайт отдавал старый код ничего не помогало ни замена картинки ни замена названия в общем а потом она просто сама как-то про 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 шировалась через какое-то время до этого у меня еще какие-то с ним переключения были вот то есть а еще у меня постоянные переключения с этими с оповещениями которые должны приходить с сайта и у меня вот допустим в начале лета у меня отваливалась вот эта оповещалка мне не приходили уведомления о заказах с сайта я несколько заказов пропустила но благо они в базе были а потом людям напрямую руками писала потом вот это было в начале это было в июне потом в июле была эта шапка несчастная потом в августе я переносила соответственно домен на другой ну со старого хостинга на мой текущий именно доменное имя сам хостинг и в том году переносила вроде там без проблем было но все равно надо было тоже с техподдержкой общаться там что-то переключать какие-то там запросы делать туда-сюда потом вот сентябрь мы на отработали нормально в октябре я его не трогала я готовилась к конвенту и тут в ноябре вот это вот то есть чтобы вы понимали иметь свой сайт это просто вот постоянная какая-то головная боль то есть вот 24 но они не 24 на 7 но и это просто регулярно сидишь и что-то там напильником подпиливает чтобы она работала это прям как не боль но это имейте ввиду что если вот вы когда-нибудь решитесь именно заводить свой сайт зачем-то ну у меня свой сайт чтобы вы понимали просто что мне не нравится слишком много голубого слишком мало красного слишком много всего слишком голубой фон ладно мне кажется надо отойти копай и посмотреть свежим взглядом на все эти стикеры короче у меня сайт просто с тех пор пока когда еще не было так развит вконтакте то есть это сейчас в такте есть товары есть удобная связь с покупателями меня на самом деле львиная доля всех заказов проходит именно через вконтакт просто сайт у меня для именно каких-то новых клиентов которые через поисковики приходят да потому что сайты все-таки в поисковиках ищутся чуть лучше но в принципе групп вконтакте тоже в поисковиках сейчас нормально ищутся но сайты чуть-чуть лучше вот и вот с тех самых пор у меня собственно и есть мой сайт когда еще не было просто так развиты соцсети да сайты были реально какой-то торгующей силой вот сейчас в этом такой необходимости нет но поскольку он у меня уже есть я как бы от него предпочитаю не отказываться потому что как уже и кто-то к нему привык и тогда это все и вот туда-сюда но честно постоянный какой-то головняк вот на так как я была когда-то один то в принципе я с этим как-то умудряюсь справляться есть еще конечно вариант а тут часа такое желтое мне кажется тут вообще кулинг-фильтр надо какой-нибудь сунуть и не париться есть конечно вариант просто нанять отдельного человека который в этом шарит но я как-то настолько привыкла работать сама с собой в плане мне самой сделать быстрее чем другому объяснить как сделать это наверное неправильный подход с точки зрения везения дел но вот он у меня такой есть потому что пока я буду другому объяснять человеку чё я хочу я вот честно возьму и сама сделаю гораздо быстрее короче надо обрабатывать фотки я не понимаю что с ними не так не какие-то супер странные с этим синим фоном мне кажется мне надо пойти посмотреть в окно на белый свет потом вернуться делать color этот самый потому что я явно увожу фотки куда-то не в ту сторону ну что ж сегодня уже 1 декабря первый день зимы в следующий день после предыдущего кусочка я дообработала вчера фотографии в общем увозилась конечно с ними вот не бесись дай мне две минуты записать видео я не знаю вы наверное вы не слышите в общем обработала фотки и даже все таки доделала сайт и группу вчера четверг вечером добивалась и делала вконтакте причесала тоже альбом в наличии старые снимки попереносила сюда все новое загрузила все подписала короче туда-сюда но это в принципе проще чем меня на сайте группы вконтакте вести гораздо проще ты мне перейдешь вот да и продолжай в общем публиковать посты с шоцами которые я подготовила теперь мне надо увлекательно выгружать все шоцы вот и свой сайт тоже доделает уже сегодня вот сейчас с утра доделывала сделала тоже большую страницу с наличием где прям отдельно вынесено все что прям в наличии в наличии тоже с обновленными фотками так и ложи вот и делала отдельные записи под то что не сделала еще до этого но главное переделала отдельные записи и делала буквально не под что я просто обновляла записи с наклейками по моему да кстати тем не тут наклейки с ушками и прочими в общем просто загрузила новые фотки вот это все выгрузила ну в общем тоже несколько часов поработала вчера несколько часов сегодня сайт готов единственная на сайте нигде не дублировал информацию про допечатку до 6 декабря я вот думаю надо не надо наверное сейчас просто в этом на ютюбе тоже в сообществе напишу еще раз при 6 декабря и наверное не буду есть а то знаете сначала пишешь потом убираешь вот это туда-сюда все гонять это так лениво особенно учитывая что допечатка по сути только на значки которые я потом просто продублирую в наличии и все то есть не то чтобы какая-то такая супер допечатная допечатка в которую если не впишешься то все в общем если до конца года кому-то что-то надо в подарок на новый год только это до 20 декабря имеет смысл все это дело отправлять и соответственно пишите через сайт тут через картинку после оформления либо проще через вконтакте через сообщение сообщества даже не знаю где то у вас кнопка написать должна мне быть вот значит а мне сейчас надо вернуться к соответственно заказом и потом у меня еще мероприятие 24 декабря но на него я буду не то чтобы сильно много чего-то делать мне надо купить ободочки когда поеду за значками соответственно на ушки и немножко печатнуть тоже мерча там может быть не только поняшного может чем-нибудь по геншину снова печатнуть не знаю в общем я подумаю еще точно не решала ну в общем такая лайтовая подготовка будет потому что все-таки это пати а не фестиваль а вот уже потом к поняшному там я уже буду больше и сосредоточеннее готовится вот все большое спасибо что посмотрели такой более технический крафт-вок но я надеюсь он все равно вам был интересен и тогда до встречи в следующем наверное через две-три недельки с вами была тома пока